Всем привет! И в этом выпуске я расскажу о том, как менять колодки на шимановских гидравлических тормозах в бюджетном сегменте. Обращаю внимание, что здесь вот сверху есть специальный клин, который нужно выдернуть, прежде чем вытаскивать колодки. Потому что на этом вот клине, это штыре, ось, находятся колодки, которые висят сейчас на нем. И вытащить колодки, не выдернув этот клин, невозможно. Он здесь вот таким образом сделан. Но на самом деле его в сроке с проблем можно выдернуть обычными плоскогубцами. Выдернули. После, убедившись, что у вас не зажата ручка тормоза, снимаете колесо. В моем случае заднее. Отлично. Теперь смотрите, какая фигня творится с колодками. У меня творится вообще вот адовая жесть, как мы видим. Серега за Мичуринский маларафон полностью стер колодки. Дальше все просто. Берете колодку пальцами, им уже похрену, и вынимаете. Оп. Как неудобно-то это делать одной рукой. В моем случае я их подпихну отверточкой. Все трясется, это такой супер лайф-ремонт. Там просто пружинка, которая держит колодки, отодвигает их. Умерла. Умерла. Поэтому приходится выкаблучиваться, чтобы достать. Вот. От колодок вообще ничего не осталось. Просто мясо. Выковыриваем остатки кружинки. Она уже мертва, поэтому можно в любую сторону это делать. Я ее сломаю. Вот она. Мне повезло. У меня оказались не очень сношенные, но так приемлемо колодочки под замену. Теперь мы смотрим сюда. Как мы видим, поршни несколько выступили. Для того, чтобы их туда загнать, нужно взять плоскую отвертку и распереть поршни, чтобы они ушли максимально. Вот. Как мы видим, они заподлицо ушли. Вот. Сейчас их может немножечко давлением выпрыгнуть, но это не смертельно. У них нету левого-правого. Ну, по крайней мере, обозначений никаких не вижу. Колодки абсолютно зеркальные. Собираем конструкцию так, чтобы железка, пружинка обратного отталкивания попала в пазы на колодке. Здесь все зеркальное, оно по центру идет, поэтому... Вот, колодки встали. Встали на место. Как мы помним, нажимать, проверять без ротора нельзя. Еще один момент. Сразу вставляю... Только я хочу подпрямить. Вставляю ось. Оп. Оп. Вот. Она вылезла. Вот. Вот она вылезла. Значит, все хорошо. Отгибаем ее. Вот, все, она сама уже все не выпадет. Соответственно, колодки не потерялись. Ну, вот, ротор немножечко трется, потому что он гнутый. Но о том, как его распрямить, я расскажу чуть позже. Как мы видим, поменять колодки в шамановских тормозах вообще не составляет никаких проблем. Ремонтируйте велосипед сами. Я Алексей. Спасибо за внимание. Расскажите друзьям. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Бай! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова